сначала я думал что буду скучать по жизни на ферме но сейчас понимаю та жизнь закончилась ведь я совсем не скучаю по ней пошли я тебя и показывай дорогу про управителем сделаю короче вот я как раз сейчас управителя отвязал можно сказать или в смысле ну там какая-то стычка а блин он наносит всем же урон я забыл все если такого ассасина сделал с топорами такими стопорами стеклянные раньше вообще никогда не носил броню а так отделы вроде круто выглядит достаточно и дело я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах с топором до славного вернее скалуном да вот это тоже очень редкая вещь этот корень сприггана ну назову его так очень редкая вещь такая я имею ввиду и декориент очень редкий только у самих спригганов его можно взять из них так что он летает но я туда не пойду я щас я на олене короче щас догоню че не догоню да они быстро бегают вообще не догнать но и все еще сейчас обратно побежишь спорим обратно побежит я он никуда уже не побежит все сейчас я покажу как зачаровал короче оружие вот у меня тут стеклянный боевой топор вот первый я и теперь первый топор я затем зачаровал на урон электричеством зато и поглощение здоровья а второе это было ну короче захват душ там вместе какое то такое зачарование вместе захват душ и урон огнем это как одно зачарование ну так не помню как называется и второе зачарование это поглощение здоровья поглощение запасы сил здесь здоровье здесь запасы сил броню короче там тоже зачаровал сейчас амулет нашу таласа амулет таласа ну чё тут я тоже зачаровал вот сапоги перчатки тоже и достаточно как-то круто получается а я еще посмотрел вчера зелье вы это я взял эти два топора выпил зелья на увеличение навыка одноручное оружие и у меня получилось такие цифры что это вообще это вот у меня сейчас урон да сейчас скажу сколько вместе то есть девятьсот восемьдесят четыре один топор у меня наносит 492 урон то есть в целом девятьсот восемьдесят четыре а если выпить зелье вот это ну у меня тут стрелы и сразу же наручное оружие на 130 процентов больше урона то есть у меня получается такие цифры там две тысячи урона короче в целом он наносит пять тысяч урона то есть эти два топора наносит пять тысяч урона там подожди стой сколько до 5200 два урона наносит а вчера кстати даже больше было по моему а ну это потому что у меня ожерелье амулет талас просто одел и вот эти пять тысяч урона да ну шесть тысяч это 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 просто просто бомба причем у меня не было такого вот у меня один топор наносит две тысячи шестьсот урон у меня даже двуручное оружие с зельем повышение навыка двуручное оружие она не наносит даже этого урона то есть вообще как-то странно то есть одноручное оружие получается сильнее чем двуручное да вот так вот может это баг какой то конечно я не знаю трудно сказать но в том что заметил что так вот брать и делать себе такого ассасина и все и бегать и просто ну или по крайней мере щит брать если уж и стране не самое со здоровьем все нормально то буду щит взять и меч или какой-нибудь ну какой-нибудь булаву тогда она и она и она получается будет сильнее чем двуручное оружие блин капец опять у меня игра вылетела не знаю почему и опять на том же самом месте загрузился смысле не загрузился перенесся поближе примерно там где бежал плащена такая вот бежишь бежишь по пустоши бывает и короче она вылетает вообще непонятно по какой причине вроде невылетно модов никаких не установлены блин ты можешь взять два топора в руки что у него за крик я же стал стремительным и так ну кто придет то кто блин я не знаю что она нифига себе да они кстати вот это от криков спасает вот этот вот да да вот этот вот магический щит он спасает от криков от всей магии так просто блин как они надоели эти были с ним тоже разобраться блин бежал просто бежал и игра вылетела по пустоши блин офигеть теперь еще и блин я никуда не нажимаю куда он бежит блин ну все нормально ну вообще непонятно че творится блин с игрой так слушай а ты умеешь копать жизнь искателя приключений мне очень нравится я чувствую что это мое предназначение добывать роду умеешь тогда пойдем не могу извини ну почему нет то не могу извини почему нет кирки что если кирку дам я ничего не у тебя ну че я уже пробовал так с несколькими спутниками у тебя навык от этого не появится все равно так сейчас мы не знаю эти все вот эти враги они настолько они их настолько легко убивать что кроме драугров короче врагов не остается и то большого скопления не один не один на один один на один ну и че вот ты меня выстрелил ну и че че мне сделалось то о блин у меня зелья закончились ну ладно что за что за офигеть а я еще скажу короче сейчас убьем меня вчера в одну в одной пещере вернее это курган был а не даже не курган но это было упокоище вот меня там вообще чуть не убили я там прихожу вместе со спутником по-моему леди или кто там был я не помню и там драугры такие в большой зал захожу там драугры такие сидят на этих на ну их много такие кресла вот они сидят на них и там ну с каждой стороны что штук по десять или даже пятнадцать и по очереди они встают вот так вот и на меня приходилось там по по четыре человека и на него по по два так по три там вообще меня чуть не убили даже был такой момент то есть их то сложно убивать было то есть не как вот это сейчас я убил с одного удара да то есть это вообще они по хлыпендриваться умеют еще ну по большому счету а так то а тех вообще было не убить да нет убить просто подожди ка с такое вот отребье каждый год грабила наш город ну да теперь мы будем бороться со справедливостью я не знаю сколько можно с ней бороться они будут респавниться снова и снова будем убивать они снова будут респавниться все буквально вот буквально с одного удара все умерли ну здравым такого наверно ну один может быть из двадцати бывает такое что с одного прям удара убьешь ну а не бывает там тоже слабые ну военно начальники или какой то там а ну вот там еще когда мочились там еще из могилы какой то вылез ну тоже какой то главный там ну у них там какой то ну не военно начальника это главное тоже в общем то он от них не отличался но у него хп больше было а я кстати в том упокоище оно находится вот здесь вот блин блин не показал нормально вот он здесь находится я там короче то один раз замочил своего на наемника он был исцелить юда из таверни вернее из этой как ее называют ну неважно из таверни я взял и убил короче замочил я его ну вот я так же ходил с двумя топорами да я уже ууууу нифига себе кто-то чё то вот тут совсем глобальное ну а этих что их этих не интересно они они все все с одного удара почти валятся а если кто не с одного то ну очень такие пафосные такие типа топоры да Но их не сложно убить, короче Очень легко А, повесили эти брюльки специально, чтобы Ну, а если кто-то придёт, да, они такие падают и слышно, да А то, блин, а то нельзя перепрыгнуть А тут ещё есть эта, яма какая-то Туда он, тот упал, походу Ещё и колья поставили специально, да Вот так сделали, вырыли яму Туда поставили колья, и кто пойдёт, упадёт туда А там ещё, блин, вход есть такой, да И, ну, то есть они сделали там, как бы Под, чтобы под землёй можно было пройти туда и взять То, что, там, человека этого, да, который там Они, видимо, не умели, не умели ещё лестнице делать А, кстати, на эти колья и колья, если упадёшь, тоже там Получается урон какой-то Не, ну они, конечно, не проткнут так прям уж Как это, как это можно себе представить Но тоже урон будешь получать Какая-то свалка, больше всего на свалку похоже Здесь мамонты какие-то, кости, огромные черепа чего-то Вообще непонятно, странно, да Ну здесь раньше, видимо, было такое Мамонты, видимо, раньше в Скайриме были Их было ещё больше, чем И великанов, возможно С другой стороны, великанов сейчас, должно быть, тоже, как бы, много Кто они, великаны? Мамонты, мамонты, а великаны, кто это? Люди же, да? Человеки только большие Блин Ай, как красиво, да? Вот это мой дом Там меня уже встречают, по ходу дела А мне, кстати, для неё подарок Для этой, этой Люсии Люсия, иди сюда Мама брала меня на рынок Там было столько пирогов и пирожных Она сказала, что научит меня печь такие же Ммм, а какой рынок-то? А где ты здесь рынок-то нашла? Ну ладно Вайтран, видимо, ходили У меня для тебя кое-что есть Ух ты, правда? Да, да, да Так, вот это Не знаю, вот такое И... и такое Всё Здорово, с возвращением Эй, у меня тут кое-что есть Надеюсь, тебе понравится Давай, чё у тебя Зелье средней невидимости Ну, спасибо У меня, они, правда, ещё не закончились У меня ещё и в зелень невидимости есть Там ещё... Не только оно невидимость даёт А ещё какие-то Навыки, там Здоровье восстанавливается на 162% быстрее Навык ношения тяжёлой брони Увеличен на 60 Какой брони? Тяжёлой? Подожди А, лёгкой, лёгкой брони Да, 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 мне же лёгкой Вот они так хорошо Очень такое удачное изделие получилось Что, в общем-то, все эти навыки основные, да, для... Можно сказать, для вора, да, или... Для ассасина Все такие вот есть в этом зелень Повышаются Всё улучшается Так, а чё же я хотел? Я хотел вот этого чувака управителем нанять Жизнь искателя приключений мне очень нравится Я чувствую, что это моё предназначение Так, а чё-то он не хочет, короче Подожди Видей А надо, надо у меня... Сейчас я попробую сюда телепортироваться То есть, перенестись её У них обычно появляется Сначала я думал, что буду скучать по жизни на ферме Но сейчас понимаю, та жизнь закончилась Не-е-е Я совсем не скучаю по ней Его, походу, нельзя нанять Вот в управителе Странно Тогда пойдём Да Вон у меня тут урожай вырос В тундре в этом Ну это не тундра, не тундра, конечно Ну кабачок у меня лежит Вот я не понимаю, зачем вы... это, кабачок Он же... он же по-моему вообще... А, ой, господи, не кабачок, а тыква Тыква, она же... Она же не идёт для... для изготовления каких-то... какой-то еды Она вообще никуда не идёт Если я, допустим, раньше не понимал Зачем нужны там... мешок муки или... Куда, может быть... для чего нужно это, да Оказывается, можно создавать вот такие пирожки Но... куда нужна вот эта тыква, я не понимаю Её можно только съесть и всё Поднять... и одна единица здоровья Поднять... и восстановить одну единицу здоровья Что же... что... что за бред я несу вообще? Мама брала меня на рынок Мы видели огромную... А какая мама-то? Я, кстати, избавился от неё Я, кстати, тут развёлся в этой... с этой... с этой... с изольдой Я развёлся, и теперь... и теперь не знаю даже, кого и... с кем вступить, так сказать, в связь Я уже даже не знаю, какие тут задания можно выполнять А, в это самое, в Вайтран нужно вернуться Фарка ждёт ответа Не знаю... но все основные задания я так-то выполнил У меня... остаются такие задания, типа Найди книжку там для коллеги Винтерхолда Или убей там злокрыса, или медведя в каком-нибудь... Вин... эй, там... В каком-нибудь маркете, или в Винтерхолде в том же Или... что ещё? Ну, такие задания, которые, в общем-то, можно и потом выполнять У меня есть задание... самое главное, это, вот, отправиться на Салфстейм У меня там даже ещё от Стражей Рассвета есть одно задание Там нужно найти чертежи арбалетов, короче, в лучшем Вот это было бы круто, было бы круто Но я пока... я пока что хочу выполнить вот все задания здесь У меня единственное задание, вот, имперский лагерь Я не могу взять задание у этой легатрики Я не знаю, что делать-то Я там, короче, прописывал команды какие-то В общем, то есть обновлялось вроде бы это задание, но... Ничего, ничего Объединение Скайрима и захват Винтерхолда, да? Освобождение Винтерхолда, и всё Вот я к ней подхожу, и у ней нет этого задания Может, что-то в предыдущем квесте сделано не так Может, ещё что-то А мне, кроме как, к ней некуда идти Это, можно сказать, самая такая... Сюжетная линия Одна из главных То есть, объединение Скайрима Ну, гражданская война, короче Что же ещё? Тут же вы мне не надоели Ну, иди сюда Не, 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 не Я так не буду, нет Мне уже это не интересно, честно говоря Вот ударю я его, он умрёт Надо что-нибудь такое Вот такое, допустим Теперь я за ним побегу Это мне нравится Испугался Ладно, всё Ну, потому что уже действительно вот эти все враги на поверхности, я так их назову, называю, они уже какие-то, они уже, они уже не враги, они просто так вот, вы это самое, их убить вообще легко. Я, правда, не знаю, как по поводу стражников, я, вот эти стражники все, армия вот эта, я с ними-то так-то никогда не дрался, ну, было как-то в Маркарте один раз, ну, тогда на тот момент я еще слабый был, они для меня слишком сильные были, они на меня еще тогда. Ну, это когда изгои, видимо, когда я с изгоями, я бежал вместе с этого, ну, из этой тюрьмы, вот, и, ну, тогда они меня, короче, загнали в эту таверну, и все, и все это толпой начали бить, ну, а что они, они, я в таверну, они за мной, их там человек 10, ну, логично, ну, то есть они так же, все, мне вообще не просто было не выявить, Ну, и что, и пришлось, а что я здесь сделал, я, я не знаю, я не знаю, как я вышел из положения, не помню, как вышел из положения, по-моему, по-моему, я, не знаю, по-моему, я все-таки, я очень долго пытался что-то сделать, у них было реально много, и вот этот ход, как бы, выход, он был заблокирован, просто тем, что их много было, ну, я думаю, бывает, да, если, а так, я сейчас не знаю, насколько они, это, самые сильные или слабые, допустим, если что-нибудь нарушить, да, они за тобой, за тобой побегут, и прям весь город против тебя объединится, не знаю, что получится, Ну, учитывая, что тут, блин, по 6 тысяч урона наносишь каждым, вернее, сколько там, по 2 тысячи урона одним топором наносишь, это слишком много Я даже не знаю, почему так получилось, зелья вроде все одинаковые, вот, там что, двуручное оружие наносит на 130% урона, да, ну, у меня 130%, и что одноручное наносит тоже на 130%, ну, по характеристикам, конечно, вроде бы, двуручное оружие больше наносит урона, да, чем одноручное А с зельем все по-другому, с зельем одноручное оружие может нанести гораздо больше урона, чем двуручное, даже с использованием того же самого зелья, то есть соответствующего зелья Не знаю, броня мне это, конечно, очень нравится, еще у меня лод лукаурелия есть, вообще тоже классный такой, я еще тоже хотел, думаю, но не нравится мне это Легкая броня, все это, что-то эльфы в ней идти, талморцы ходят, что-то в этой... А стеклянная эта броня хорошая, на самом деле, прикольная такая Еще и лук очень подходит к ней Так у меня заряд кончился Но все равно она взрывается А там еще говорили, что типа в солнце выстрелишь вот этой стрелой, то все урон получат Или что-то такое Стрела, выпущенная в солнце, да? Способна нанести ожог врагам ближайшим, или что-то того А если к Сиране подойти, к этими... с этими стрелами Не с эльфийскими, а уже с... с вот этими стрелами Солнечными, да? То она их... сделает... Ну она... эффект другой будет, короче Она их обмокнет в кровь, вампира, в свою кровь И тогда, если в солнце выстрелить, там очень, блин... Ну и там... Ну не знаю... Какой-то апокалипсис начнется Я-то я один раз выстрелил, я шофигел, нифига себе До такого сейчас в Скайриме не доходило, чтобы солнце изменилось Там такой шар красный какой-то Там даже не шара, типа что-то... Какие-то врата Обливиона, блин, разошлись Было вообще, ну как бы, вроде бы и прикольно, но... Страшно, блин, а что это сделал, блин? Во всем там Риэле могут увидеть это Как он вообще мог повлиять на солнце? Как может стрела долететь до... до солнца? То есть, чем дальше играешь в этот Скайрим, тем сказочнее он становится Стрелы взрываются Блин, вот опять же стрелы взрываются Че, это сам гранатомет, что ли, я стреляю? Че вот они взрываются? Че они взрываются, странно, да? Хе, это магия, че ж Так что, вот так как-то И шлем, причем, вот этот открытый здесь А я не люблю закрытый Вот открытый шлем такой Дай-ка одену, причем Лук этот очень, очень хорошо смотрится А там вот эти секиры, а и мечи Тоже хорошие, стеклянные Классно выглядят Вот мне тоже, мне тоже надоело ждать Вот лигатрики Подхожу к ней И... Есть что доложить? И вот Вот она не дает задания Что мне нужно сделать, чтобы покончить с войной? Надеюсь, Ульфрика думается Но боюсь, он зашел уже слишком далеко Это понятно Пожалуй, разве что смерть Ульфрика Да Или можно свергнуть всех верных ему ярлов В любом случае, крови будет много Ну и все, почему-то Ну, у нее нет вот этого текстового диалога, который бы До встречи То есть, две квеста нету вот этого взять, что ли А маркер висит на ней Я не знаю, как это исправить Я просто не знаю, какие квесты ты еще выполнил Ну, на Солстейм я что-то... Я хочу сначала здесь разобраться Ну, на Солстейм, да Я бы поплыл бы туда Там интересно вообще То есть, куда бы сходил бы Да Ну, надо как-то с этим разобраться Я, наверное, сейчас Поищу еще что-нибудь в интернете Какие-нибудь все эти самые Чтобы Потому что как-то можно решить эту проблему Если че я так дальше А то просто так-то нечего особо делать Эти все подземелья очищать И всех этих бандитов убивать Уже надоело Они все убиваются уже с одного удара Вот Так, а че ж я управителем-то этого не мог нанять? Странно Ну, как высоко здесь, а А как красиво Такая погода тут Тоже редкость Она все время такая Снежная Они тут такие раздетые тоже ходят Вот Вообще Как будто тут мороза нет Там, я знаю, такой мод, да, еще Ну, месяц мороза или как он там Там еще Я ставил этот мод хороший Ну, он как бы Как сказать Когда уже все Пройдешь игру, да, можно А тут А когда Ну, как дополнение, что ли Чтоб интересно было играть А вместе с прохождением Ну, можно вместе с прохождением, да Мне как-то я побежал куда-то Куда-то в гору Ну, где-то по горам бежал И, короче, там холодно Замерз А мне надо было это бежать уже, короче Там место выполнять Я уже Ну, там было буквально недалеко И я замерз То есть Он не может идти Блин Не может идти никуда И нужно было по палатке И я, короче, стал там Застрял там Палатки Установил какие-то В общем Пытался как-то огонь развести И у меня нифига не получалось Ну, нет Получалось немножко Но потом он газ То есть Ну, так как Я так подумал, что Нет, давайте-ка я лучше Закончил основное То есть то, что Основные квесты Все эти задания А когда уже будет неинтересно А уже будут, может быть, что-нибудь Каким-нибудь Да, вот такие интересные Моды ставить Так что все, я пойду, короче, в интернете Или куда-нибудь искать И эти самые решения Поэтому Заданию По заданию Бенеи Скайрима, да, который мне Которым мне Легатрики так и не дают Вот Ладно, все Продолжение следует... Продолжение следует...